Да, не познавшие тьмы не познает и света. А вот скажите мне, Сергей Никифорович, как министр внутренних дел, как вы думаете, кем мог стать, по-вашему, товарищ Сталин, если бы в свое время он не принял решение стать профессиональным революционером? Иосиф Сталинович, я... Не мучайтесь. Товарищ Сталин всю жизнь преклоняется перед величием и тайнами русского языка. Вот обратите внимание, в вашем докладе употребляется устойчивое словосочетание вор в законе. Да, вас что-то смущает в этом словосочетании? Звучит как-то конфликтно. Вор и закон, понятно. Закон и вор, тоже все ясно. А вот произносишь вор в законе, и сразу возникают вопросы. Какая-то филологическая теорема. Иосиф Виссарионович, у этой теоремы очень простая система доказательств. В наших архивах существует свидетельство, говорящее о том, что первым вором в законе, признанным криминальной средой, был Ванька Каин. Между прочим, до того, как он стал преступником, он был одним из ведущих сотрудников московского сыска. Его короновали в 1731 году. Он был очень жестоким убийцей и грабителем. Но в определенный момент для удержания своей власти в криминальном мире ему понадобилось сверхусилие. И он был вынужден обратиться за неформальной помощью к своим прежним коллегам. И когда эта помощь была ему оказана... Власть этого Ваньки Каина тут же стала властью государства. То есть вы хотите сказать, Сергей Никифорович, что в России с 18 века государственная власть контролировала весь преступный мир? Ну, не весь, нет. Только его, так сказать, верхнюю, самую активную часть. А так называемые суки, как я понимаю, это бывшие фронтовики? Не совсем так, Иосиф Песаренович. Это бывшие уголовники, которые были призваны на фронт. И многие из них очень хорошо воевали, были удостоены правительственных наград. Но потом, после демобилизации, они вернулись снова в криминальный мир, были арестованы, осуждены и вновь попали в лагеря. И там они столкнулись с классическими ворами в законе. Те никак не могли им простить предательство воровских традиций. И кто же, по-вашему, победит в этой войне белые и алые розы? Да кто бы не победил, Иосиф Песаренович, все равно для удержания своей победы ему необходимо будет обращаться к помощи государственной власти. Конкретным представителем этой власти может быть кто угодно. Любой начальник лагеря. Но главное... Главное, что государственная власть в их сознании останется непоколебимой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова А.Егорова